Всем приветики! Я сейчас играю в игру Lords Mobile. И тут недавно начался ивент невиданной щедрости. Получается, вот в событиях, в честь Хэллоуина, можно получить 200 тысяч самоцветов. Что достаточно много, потому что самоцветы добываются медленно, а тут вам на халяву дают аж 200 тысяч. Для понимания, сейчас вам покажу, только раз в 3 часа я могу получать 100 самоцветов. При том, что мой рейтинг в Колизее 230, а это достаточно высоко. Но еще в сокровищнице можно получать 9 тысяч в месяц, при том, что вам нужно вложить 10 тысяч. А 10 тысяч это еще тоже надо под насобирать. Ну и докачаться до того, чтобы сокровищница открылась, она только на 17 уровне открывается. Так что самоцветы собираются медленно, а тут их прямо дарят в таком огромном количестве. Поэтому не пропустите такую акцию, если кто-то играет и не знает об этом, то не пропустите. Потому что, я думаю, тот, кто играет и не заметит это, ему будет обидно потерять 200 тысяч самоцветов. Тем более, что здесь каждый день еще можно делать вот такие покупочки. Всего лишь за 100 самоцветов взять много всяких разных штучек. Просто каждый день все выкупаете. И тут из всего этого самое крутое – это счастливый час, в котором много всяких ускорялок и сундук роскоши, в котором может быть 100 тысяч самоцветов. В любом случае, покупая этот сундук, вы ничего не теряете. Он стоит 100, а его открыв, вы получаете минимум 200, а максимум 100 тысяч. Поэтому это очень крутая, щедрая акция. Вместе с этим также еще идет акция «Коллаборация с другой игрой». Боевой магазин называется. Правда, она уже заканчивается. 70 дней длилась, осталось 22 дня. За все это время я успел насобирать 1200 монет и купить стиль замка вот такой. Хотя его можно купить только за донат, а я получил это, получается, по ивенту. И сейчас у меня еще насобиралось 760 монет. Плюс каждый день за вход дают 10 монет, а еще 22 дня осталось. То есть где-то к концу ивента у меня будет 1000 монет. И если я успею насобирать к этой 1000 еще 200, то я смогу себе взять в коллекцию вот этот замок. А замки, стили замка, они стоят дорого. То есть вот каждый стиль замка стоит 30 долларов, что достаточно дорого. А я вот получил на халяву. Ну и каждый замок еще дает... Каждый стиль дает какие-то бонусы, которые на 25 уровне замка можно будет прокачать. Также вместе с этими всеми событиями появился такой призрак, у которого за 60 конфет можно получить кучу самоцветов. То есть если это все дают по 1000 самоцветов, то здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 тысяч самоцветов, по идее. Но для этого нужно насобирать 60 конфет. Их дают за убийство монстра. Ну, не всегда, но периодически они падают. И когда насобирается 60, можно обменять на вот 2000. Плюс еще идет в клане-эвент. То есть лидер может выдать всем вот такой вот ящик. И открывая его, вы получаете 5000 самоцветов. Акция длится 4 дня. Два дня уже прошло. То есть 20 тысяч еще можно забрать. Плюс с бастионов. Теперь падают не рандомные предметы, как раньше, а самоцветы. Я вот с 10-ой эссенции получил 700 самоцветов. Короче, жесткая акция началась. По самоцветам можно очень сильно подняться. Самоцветы — это такая валюта, за которую можно практически все купить. То есть вот мы переходим в покупки. Здесь и уникальные... Ну, в общем, все, что может быть. Сундуки, боевые, ускорения, ресурсы уникальные. И все можно взять за самоцветы. Это такая, типа, донат-валюта. А мы ее на халяву получаем. Так что... Это довольно-таки крутая акция. Если кто-то не знал, то успеете забрать свои 200 тысяч самоцветов. Я могу сейчас даже пооткрывать эти сундуки роскоши, которые выпали, чтобы показать вам наглядно, что оттуда выпадает. Можно сразу их все открыть. 600 самоцветов в 5 раз. Ну, нормально. Не очень, конечно, круто. Хотелось бы 100 тысяч, но там, наверное, процент маленький. Но тоже нормально. Он стоит 100, а мы с каждого получили по 600. Значит, в 5 раз окупили сундук. Вот. Ну, а еще есть сундук, тоже хороший, который я второй купил. Счастливый час. С него выпадают ускорелки, которые тоже достаточно часто требуются для быстрой прокачки. Так же еще с бронированной души, вот с таких вот персонажей, могут выпадать сундуки вот такие, боевые сундуки и конфеты. Да вообще, с любого монстра выпадать могут конфеты, а сундуки именно с этого, с бронированной души. И открывая такие сундуки, они, кстати, исчезнут, если их не открывать, когда ивент закончится, то вот можно получить, ну, мы еду получили, но можно получить монеты боевые. То есть, убивая, ну, и просто ранее вот этих монстров, мы получаем сундуки, из которых выпадают монеты для боевого магазина. Вот сюда они добавляются. Так же, проходя одиночное событие до третьей фазы, мы получаем 6 монет. И адская. Проходя до второй фазы, мы тоже получаем 6 монет. И это, в принципе, легко делается. Ну, то есть, первая до третьей стадии и адская до второй, потому что адская пройти до третьей, это нереально. Но тоже возможно. И вот отсюда, в основном, с одиночного и садского я забираю по 6 монет. И с сундуков тоже, бывает, тоже по 5 монет выпадает. Таким образом, можно легко прокачиваться. Очень круто, когда здесь выпадает одиночка на исследование и одновременно и в адском на исследование. А у вас исследование длится там 3 дня. Вы его ускоряете как раз таки этими ускорялками, которые выпадают из счастливого часа, да и вообще много откуда. И вам сразу дают 50 тысяч очков. И тогда у вас и здесь заполняется на 2, и здесь заполняется на 1, потому что здесь обычно ну не больше там 40. И все. И вы просто одним ускорением исследования, которое длилось 3 дня, получаете отсюда 301 оград. И отсюда 201 оград. То есть вообще все круто. Вот. Так что такие вот ивентики. Если кто не знал, то теперь вы знаете. И не пропустите свою халяву в 200 тысяч самоцветов. Ну а на этом все. Всем покеда вам. Субтитры создавал DimaTorzok